Ну а итоги по поводу снижения ставки Центробанка мы подводим с Игорем Николаевым, директор института стратегического анализа компании БК, у нас сегодня в студии. Здравствуйте. Игорь Васильевич, да, приветствую. Довольно внезапный шаг, вот так я начну, да? Коллега, довольно внезапный шаг. Внезапный, согласен. Внезапный, но я нашел объяснение, почему так. Знаете, уж слишком много говорилось о том, что неправильно сделал, но надо снизить в конце концов. И план антикризисный сегодня представлялся в Госдуме. И тут вот такой вот жест, а вот вам, пожалуйста, снижение ставки. Вот такое объяснение, почему это все-таки произошло. Потому что те объяснения, которые были со стороны ЦБ, и о чем вы, собственно говоря, упоминали, с точки зрения девальвационных и инфляционных ожиданий, ну, с ними трудно согласиться. А это вот нормально для поведения ЦБ реагировать на стоны и слезы, имея свою четкую стратегическую линию? Ну, конечно, хотелось бы большей твердости, но в данном случае, я думаю, что вот они дрогнули все-таки. Опять? Знаете, это тот самый случай, когда... И опять за рынком. Сначала было то неправильное решение, потому что его надо было просто принимать в комплексе. Я имею в виду решение о повышении резком ставки. Как одиночная мера, мы помним, она не сработала с точностью до наоборот. А теперь вот тоже вот так бывает. Одно неправильное решение тактически неверное, а потом вот другое. Но все-таки, я хочу сказать, не стоит переоценивать вообще решение по ставке. Мы уже так много о ней говорим. По-моему, излишне много. Ну, если бы ставка была снижена, допустим, до 12%, уж снижать так снижать. Пить так пить. Да не из-за этого у нас сейчас такой спад по инвестициям. Ну, не из-за этого. Ну, не инвестиции, их речь. Хотя бы кредитоваться могли бы более-менее. Более-менее. А все-таки не стоит переоценивать. Ну, не стоит. Мы же что хотим? Мы хотим, вроде как, предотвратить сползание в кризис. Хорошо. Да? Согласны? Да, согласны. Ну, тогда, значит, надо посмотреть, а почему, собственно говоря, не инвестируют. А не инвестируют, потому что неопределенность экономической ситуации такая высокая. Потому что снижение потребительского спроса. Геополитическая, геополитическая ситуация, все неопределенно. У нас даже до этой ситуации, я имею в виду последние несколько лет, Росстат ежемесячно проводит опросы, спрашивает бизнес, что сдерживает вас. Вот вопрос по ставкам, он всегда для бизнеса, знаете, мы даже смотрели и исследовали четвертое и пятое место. Вот на первом месте это неопределенность экономической ситуации, высокая налоговая нагрузка, недостаточный спрос. Вот что главное. А мы, как будто вот все только от этой ставки и зависит. Кстати, то, что от этого не зависит, все, это уже ближайшее будущее покажет. Может быть, кстати, ЦБ и сделал с той целью. Но хотите, вот вам, пожалуйста, я снижу эту ставку и увидите, что ничего, в общем-то... Да, с таким снижением действительно ничего. Это даже не полумеры, а какие-то четвертинки. Ну да, да. Я нашел себе для себя другое объяснение. Что теперь ЦБ плавно и пошагово будет снижать ставку. Да нет, ну таких чудес невозможно. Когда у вас инфляция... А сегодня разве не чудо было? Это все-таки инфляция у нас какая, да, 13 с лишним процентов. Но я так понял, что ЦБ инфляции уже не беспокоит. Нет, ну как же, а он вообще по закону должен беспокоиться. А нам обещают к концу первого квартала весной годовая инфляция достигнет 15 процентов. Ну и как вы представляете, ЦБ будет в такой ситуации снижать ставку ниже 15 процентов, это будет вообще нонсенс. Поэтому я не жду дальнейшего снижения ставки. Что скажете по поводу... Давайте о чем-нибудь другом. Давайте об антикризисном плане. Да. Хотя зря вы меня пригласили, я очень недоволен этим планом. А почему вы считаете, что мы приглашаем только тех, кто доволен? Нет, я знаю, вы всех приглашаете, но я очень недоволен. Очень недоволен? Да. Да, пожалуйста. Знаете почему? Ведь план как сделан? Это калька с того, что было в 2008-2009 годах. Здесь даже из формальной... Так, господин Шувалов рулит, естественно. Да, так это честно об этом и говорится. У нас, мы знаем как. Смотрите, первая волна кризиса. Слушайте, у вас кризис другой по причинам, по продолжительности. Санкций тогда не было. Да что ж вы кальку делаете? Здесь даже из элементарной формальной логики, это должен быть другой план. А мы сделали то же самое, кстати, и по объему финансированию примерно то же самое. Но я могу продолжать. Да, продолжайте, продолжайте. Вот сегодня тезис, кстати, в Госдуме он тоже обсуждался. Все в банковскую систему. Да. Финансовую. Коммунисты были очень против. Кстати, справедливый упрек. На что был какой ответ? Так это же пройдет через банковскую систему, это же все кредиты, это же ради того, чтобы запустить экономику. Вроде бы логично. Да, устойчивость банковой системы во главе угла. Ну и инвестиции должны быть. Логично? Но инвестиции неоткуда взять. Нет, подождите. Деньги, триллионы зачем дают? Чтобы запустить этот маховик инвестиций. Для того, чтобы началось кредитование. В первую очередь, да. Давайте посмотрим, что было сделано или как развивалась ситуация в 2008-2009 годах. Простая мысль на самом деле. Если триллионы, а тогда, кстати, тоже где-то полтора триллиона туда, даже чуть больше в банковскую сферу направим, значит, инвестиции должны вырасти. В 2009 году, острый кризисный год, триллионы туда, падение инвестиций в основной капитал почти на 16%. Значит, не дошло. И, кстати, агентство по страхованию вкладов в лице одного из заместителей, не буду сейчас назвать фамилию, но честно признало, что банки тогда заработали 1 триллион рублей. Но это в той ситуации. Тогда все быстро закончилось. И как бы сделали вывод, что сработало. Смотрите, план сработал. Слушайте, если бы нефть не отскочила, он бы и тогда не сработал. Но сейчас-то нефть не отскочит на 100% фактически. Поэтому, ну, куда, зачем? Непрофессионально. Да. И не очень ответственно. Тогда я вам вопрос задам. А где взять инвестиции? А где взять инвестиции? Вот это сложный вопрос. А надо просто другие меры. Налоговая нагрузка. Надо ее снижать. Надо не предоставлять право регионам снизить налоги для малого бизнеса, что предусматривает план. Когда регионы, многие и так, в общем, в тяжелом финансовом положении, нам скажут, ну, так мы 160 миллиардов рублей тоже выделяем, но это половина. Половина от той суммы, которая нужна регионам. А мы по налогам, это важнейший механизм для запуска инвестиций, говорим, пожалуйста, вы можете снижать налоги. Вам губернаторы скажут, какое снижать налоги? Я вообще не знаю, как ваши майские целевые указы выполнить, а вы мне снижать налоги. А то, что вы мне даете, мне это недостаточно. Вчера был у меня господин Худиланин на прямой связи, и он говорил, что мы снижаем налоги и продолжим снижать налоговую нагрузку на предпринимателей. И у нас вообще нормально все. Финны инвестируют к нам, просто в очередь стоят. Не знаю. Но у вас здесь не стоят, а там в Карелии стоят. В Карелии, да. В Карелии есть. То есть не везде так плохо. Но, знаете, я думаю, здесь все-таки желаемость за действительную, в большей степени. Дай бог, чтобы так было. Так вот, тогда снижайте налоги, федеральные налоги и сборы. А то у нас с 1 января мы повысили налоговую нагрузку. Я могу перечислять, но что повысили. Но реально налоговая нагрузка повысилась, а мы предоставляем право регионам снижать. Я вам могу ответить? Я вам скажу, уважаемый Игорь Алексеевич, а где прикажете брать для бюджета выпадающие, доходы, а снижение налогов? Как в известном фильме. А я вам отвечу. Пожалуйста. Значит, тогда надо пересматривать приоритеты федерального бюджета. Чудес не бывает. Знаете, невозможно тратить. На что же вы хотите замахнуться? Я не думаю, что вы хотите... Да, именно на это. Нет, я обещал вам ответить. Я отвечаю. Когда у вас на 30 с лишним процентов в такой период возрастают расходы на оборону, но это убийство... Да, я произнес это слово. Это убийственно для экономики. Это невозможно. Поэтому вот антикризисный план. Снижайте налоги. Реально снижайте, а не предоставляйте право. Пересматривайте приоритеты федерального бюджета. И еще кое-что интересное. Знаете, начинать надо? Можно? Да. Это интересно. Тактически важно. С таких, знаете, знаковых мер надо. Отмените антисанкции. Мы, кстати, да, говорим... Вот и это произнес. Да. Да. Еще о независимости судов что-нибудь скажите. Ну, я вижу, вы наоборот хотите спросить. Честно говоря, я вот для себя не нашел ответа, нужно ли снижать расходы на оборонку вот в текущей геополитической ситуации. Вот если так вот честно и глубоко задуматься. Слушайте, ну тогда будете иметь с экономикой то, что есть. Знаете, зато мы вот, да, будем такие вот... Ну, видимо... А я нашел. Видимо, будем иметь то, что можем... А не хотелось бы. Мы того не заслуживаем, то, что вот мы будем иметь. Потому что перспектива этого кризиса... Я же говорил о различии. Это не один год. Игорь Алексеевич, каждый народ заслуживает. Я благодарю вас за этот эфир. Мы заслуживаем лучшего. За этот эфир. И телезрителей. Но имеем то, что есть. Игорь Николаев, директор Института стратегического анализа компании «Быкавал» в нашей студии. Всегда рад вас увидеть. Даже если у вас слишком вот... Хорошо. Как сегодня. Договорились. Удачи. Удачи.